приветствую всех и давайте сегодня с вами рассмотрим такую возможность как приобретение недвижимости с помощью услуги которая предоставляет и жилищный кооператив bestway и так жилищный кооператив bestway входит в холдинг life is good и дает возможность на очень выгодных условиях приобрести недвижимость гражданам россии и не только то есть по сути лишь жилищный кооператив bestway предлагает нам социальную программу как простое доступное решение жилищного вопроса за свои четыре года деятельности компания life is good и жилищный кооператив bestway заработали огромное количество наград при золотом и так далее давайте часть из них рассмотрим итак компания life is good имеет международный сертификат iso что говорит о качестве ее работы качестве управления и качестве предоставляемых услуг поскольку компания life is good занимается рекламой и продвижением жилищного кооператива bestway на международном и российском рынке также за жилищный кооператив компания life is good и жилищный кооператив получили такие дипломы как лучшие социальные проекты россии диплом элиты национальной экономики социально значимые проекты премии финансовый олимп и там еще много разных диплом не будем мы сейчас на них подробно останавливаться если вы желаете посмотреть все награды дипломы как они вручались видео там и так далее об этих мероприятиях где вручались награды и дипломы кооперативы bestway и компания life is good вы можете это посмотреть на официальном сайте компании life is good в разделе награды там все это есть эта подборка роликов и так далее идем дальше вот я просто вкратце этом остановился чтобы было понятно что мы в обществе в бизнес-сообществе и даже в государственной думе мы признаны вот и неоднократно были награждены за свою деятельность и так друзья всем известны методы приобретения недвижимости если у вас есть чемодан деньгами у вас вообще вопросом нету пошли купили то что у вас то что вам хочется если у вас этого чемодана с деньгами нету у вас вы вынуждены идти другим путем да какие пути приобретения движимости на сегодняшний день у нас есть это всем известная ипотека а также жилищно-строительные кооперативы и жилищные кооперативы так вот ипотека это банки это коммерческие организации и их цель заработать денег на том что вам выдают кредиты вот жилищно-строительные кооперативы это когда граждане собираются собираются своими деньгами и строят недвижимость а жилищная кооперация это тоже кооперация граждан для покупки уже скажем так готовой недвижимости не строительство а покупки готовой так вот жилищные кооперативы это не коммерческая организация давайте разберемся какая разница между ипотекой и жилищными кооперативами и так Вот вам строительная таблица Смотрите, на сколько лет дается ипотека В основном от 5 до 30 лет Ну, скажем так На 5 вам вряд ли дадут Потому что банку это, во-первых, невыгодно И они будут вам рассказывать, что вам нужно взять хотя бы лет на 20 Банку нужно заработать В банках аннуитетные платежи И первые лет 5 вы будете платить в основном только проценты А не тела кредита Ну и вам, как заемщику Будет невыгодно брать на 5 лет Потому что будет очень большая сумма ежемесячного платежа Поэтому люди, как правило, берут на 15-20 лет Ну, минимум 10 В жилищном кооперативе это 10 лет Это, ну, более-менее внятная цифра Которая можно прогнозировать в свою жизнь Я не знаю, что будет с нами через 30 лет Никому неизвестно 10 лет это более-менее срок, который понятно Что, может быть, здоровье не подведет Рабоспособный будешь, там и так далее, так далее Проценты Ипотека сейчас снизилась От 7,5 до 12 в среднем в этих пределах Даю в зависимости там от банка В зависимости от пакета документов Там от ваших финансовых возможностей и так далее У нас в жилищном кооперативе Можете купить недвижимость под 0, максимум 2% годовых Документы В ипотеке нужен полный пакет документов Собирать все справки и так далее У нас только паспорт Дальше, возраст В банках ипотеку дают с 21 до 60 Ну, как правило, в 21 еще не дают А в 60 лет уже не дают У нас можно с 16 лет Стать членом кооператива и покупать Недвижимость через кооператив Первоначальный взнос В банках, как правило, это 20% Некоторые банки заявляют Меньший процент Но вы должны понимать, чем меньше Меньший первоначальный взнос Тем больше процентная ставка, как правило, по ипотеке У нас от 35% Итак, в итоге За 10 лет переплата в ипотеке Составляет от 100 до 150% В кооперативе это переплата от 15 до 50% Всего-навсего, да? Итак, что же такое кооператив? Жилищный кооператив Создан как добровольное объединение граждан На основе членства в целях удовлетворения потребностей членов жилищного кооператива В жилых и нежилых помещениях Путем объединения членами жилищного кооператива своих денежных средств Жилищный кооператив является некоммерческой организацией Созданной в форме потребительского кооператива И не ставит своей целью извлечение прибыли У кооператива существует только бюджет Прибыли нет Есть бюджет, на который осуществляется деятельность администрации кооператива Сами понимаете, там должен быть И руководитель, там должен быть И бухгалтерия, там и юристы И так далее, и так далее Нужно снимать где-то помещение под офис Где будут сотрудники работать, да? И вести учет деятельности кооператива Поэтому у кооператива, естественно, есть бюджет В том числе и рекламный бюджет Чтобы кооператив продвигался, да? Реклама, двигатель прогресса Все это знают Итак, кооператив, естественно, работает на основе законодательной базы На основе законодательной базы И вот вы видите, на основе является гражданский кодекс и жилищный кодекс Кому интересно, можете эти статьи изучить Я на этом останавливаться долго не буду Также жилищный кооператив Bestway внесен в негосударственный реестр российских предприятий и предпринимателей Финансово-экономическое положение которых свидетельствует об их надежности Как партнеров для предпринимательской деятельности в Российской Федерации и за рубежом И мы получили вот такое свидетельство О торгово-промышленной палате Российской Федерации Да, о том, что кооператив надежен, да? Как партнер И я вам хочу сказать, что этот впервые жилищный кооператив вообще в Российской Федерации Получил такое свидетельство о надежности Нет еще в истории Российской Федерации ни одного такого жилищного кооператива Который бы получил такую, я считаю, очень весомую награду, можно сказать Хотя это не награда, это признание, скажем так, по большому счету Ну вот такое свидетельство мы имеем Это о многом говорит Это заслуга нашей четырехлетней работы, друзья Итак, какую недвижимость позволяет купить кооператив? Это можно купить жилье, если у вас его нет вообще, да? Если вам где-то надо проживать, то есть первичное жилье Его можно покупать как на первичном рынке, так и на вторичном рынке Также вы можете купить там хоть пятую-десятую квартиру для того, чтобы сдавать в аренду Вы можете также покупать недвижимость как инвестиция То есть купить на стадии строительства Вот там должны быть определенные условия Я сейчас об этих условиях говорить не буду, потому что там сейчас идут изменения в законодательстве нашей Российской Федерации Поэтому это отдельная тема разговора Также вы можете покупать коммерческую недвижимость и сдавать ее в аренду Потому что для аренды выгоднее покупать коммерческую недвижимость, а не жилую Итак, давайте рассмотрим деньги, которые поступают в кооператив Куда они идут? Распределение поступающих денег В кооперативе, как я уже говорил, есть бюджет Это деньги, которые расходуются на содержание кооператива, на деятельность кооператива Это невозвратные членские взносы Это вступительный взнос 1020 евро или 2040 евро, которые уходят на рекламу Платятся они рублями по курсу ЦБ на момент оплаты 60 тысяч рублей юридическое обслуживание на 10 лет, поскольку у нас недвижимость покупается в рассрочку максимум на 10 лет 2000 рублей ежемесячный взнос на содержание кооператива И от 0 до 2 целевые взносы на те средства, которые выдаются на приобретение недвижимости И налог на имущество Итак, все это вместе взятое составляет переплату максимум 15-50% Почему такой разброс в переплате? Потому что недвижимость можно покупать стоимостью до 10 миллионов рублей По Российской Федерации в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург можно покупать до 20 миллионов рублей А во всей стране максимум 10 миллионов рублей Вы можете купить квартиру за миллион, можете купить квартиру за 10 миллионов А смотрите Затратная часть в основном фиксированная Мало зависит от суммы вашего объекта Поэтому, если у вас объект стоит миллион рублей, у вас будет переплата в районе 50% Если у вас объект 10 миллионов рублей, то у вас переплата будет в районе 15% всего на всего То есть чем дороже объект, тем выгоднее его покупать через наш жилищный кооператив И есть паевые взносы, которые в случае чего, если вы выходите из кооператива, являются возвратными Это 10 тысяч рублей в месяц минимальный паевой взнос Это 35% разовый паевой взнос, чтобы стать в очередь Либо 50% разовый паевой взнос Так вот, если вы вступаете в кооператив и вносите 35% разовый паевой взнос от стоимости недвижимости Вам добавляется при покупке остальная сумма под 2% годовых Если вы вносите 50% разовый паевой взнос, да, и становитесь в очередь Вам добавляется остальная сумма под 0% годовых при покупке недвижимости Ну и 2% от паевой взносов составляет резервный фонд Итак, кооператив, естественно, имеет свидетельство о государственной регистрации юридических лиц Также имеет свидетельство о постановке на учет налогом органе Находится офис в Санкт-Петербурге Все это можно проверить Проблем нет, можно проверить через налоговую инспекцию Пожалуйста, работаем совершенно в правовом поле И теперь надо понимать, как же все-таки двигаются финансовые потоки в кооперативе За счет чего покупаются деньги, покупаются объекты недвижимости членам кооператива Откуда берутся деньги, почему это все законно, почему это надежно И за что нам дали свидетельство о надежности, да, как партнера Почему все это признано и имеется куча наград Потому что экономически эта схема очень работоспособна Давайте разбираться Итак, если вы решили купить недвижимость через кооператив Bestway Вам необходимо в него вступить И сначала вы вступаете Вступительный взнос либо 1020, либо 2040 евро Это зависит от стоимости объекта Если стоимость объекта до полутора миллионов рублей То вступительный взнос 1020 евро Если объект стоит выше полутора миллионов рублей Вступительный взнос 2040 евро Это платится рублями по курсу Центробанка на момент оплаты Дальше Если у вас нету суммы 35% от стоимости недвижимости Которую вы заявляете для покупки То вам необходимо этот первоначальный взнос сформировать И вы можете в кооперативе его сформировать Для этого вы можете вносить на счет кооперативе Суммами не менее 10 тысяч рублей в месяц Более года если вы вносите То вам процентная ставка На недостающие средства при покупке недвижимости Будет 0% Вы можете вносить по 10, по 20, по 30 тысяч в месяц Год и более можете вносить Все зависит от ваших возможностей От вашего финансового состояния Для того чтобы получить нулевую ставку Вам необходимо минимум 12 месяцев по 10 тысяч рублей вносить Можете вносить хоть 5 лет собирать эти 35% Это ваше право Как только вы насобирали 35% Вот этими ежемесячными платежами Вы становитесь в очередь А есть люди которые сразу вносят 35% И те кто внес сразу 35% Им добавляют средства на покупку недвижимости по 2% годовых Напомню те кто внес 50% У тех ставка 0% годовых Итак тот кто на первой позиции Когда накопились деньги на целевом счете в Сбербанке Ну покупается недвижимость В первом очереди покупается недвижимость И он согласно договору пая накопления Согласно положение в кооперативе Начинает с кооперативом рассчитываться Все кому купили в кооперативе недвижимость Согласно графика платежей Так же как и в банке Рассчитываются обратно с кооперативом Ежемесячными платежами Единственное отличие от банка У нас платеж не аутентный А у нас платеж дифференцированный Справедливый И таким образом На расчетный счет кооператив Который имеет счет целевой в Сбербанке Средства поступают из нескольких источников Это люди которые накапливают От 10 тысяч и выше Ежемесячно Формируют свой первоначальный взнос 35% Люди которые вносят сразу 35% И становятся в очередь Либо 50% Сразу вносят за стоимость недвижимости И становятся в очередь И люди которые рассчитываются с кооперативом Уже закупленную недвижимость На сегодняшний день уже куплено больше 300 квартир В России и Казахстане Более 300 квартир Уже огромный поток возвратных средств Квартиры которые покупаются Они числятся на кооперативе Это надо понимать Но об этом поговорим чуть позже И естественно у нас в кооперативе Есть очередь Очередь у нас двигается в среднем Сейчас 6-8 месяцев Вот на сегодняшний день До январь-февраль 2018 года Очередь 6-8 месяцев Довольно быстро У нас многие люди просто Наоборот Подходит их позиция Уже покупать недвижимость Они еще не готовы по каким-то причинам Просят опустить у нас ниже очереди Мы еще хотим поставить в очереди Мы еще не готовы покупать недвижимость В общем это так быстро проходит Поэтому очереди в кооперативе бояться не стоит Для тех кто не хочет стоять в очереди Есть позиция Активный пайщик Пайщик который сам приглашает в кооператив За счет этого может приобрести квартиру вне очереди То есть помните те деньги которые Уходят на рекламу Есть мотивация у каждого пайщика Приглашать новых пайщиков в кооператив При условии что вступивший в жительный кооператив Внесут паевые деньги равны сумме его квартиры То есть если вы квартиру заявили на 3 миллиона рублей И пригласили еще пайщиков Которые своими первоначальными взносами Которые составляют 35% 50% либо накопительные Да они формируют по 10, по 20, по 30 тысяч Сколько им нравится Себе 35% формируют в кооперативе первоначальный взнос Если эта сумма совокупно составила 3 миллиона рублей Вам покупать квартиру То есть эта программа автоматически вас ставит на вторую позицию в очереди И вам быстренько покупают недвижимость которую вы хотите При этом из фонда рекламы Вот эти 1020 или 240 евро Которые в фонд рекламы идут Вам выплатят гонорары Эти гонорары вам перечислят на накопительный счет Виста в Австрии Который идет в подарок каждому члену кооператива При вступительном взносе 2040 евро Если вступительный взнос выносили 1020 евро То вам такой счет не дадут Каковы гарантии пайщик? Пайщик и все члены семьи могут прописаться в жилое помещение При выходе из жительного кооператива пайщику возвращаются все паевые взносы Заключается договор паянокопления и договор найма Долгосрочный договор найма регистрируется в УФРС юстиции То есть с этой стороны вы защищены с обеих сторон То есть кооператив защищен от ваших неплатежей тем, что квартира находится на кооперативе Поэтому если вы будете нарушать договор и не будете платить, рассчитываться с кооперативом То естественно кооператив, квартиру эту вас конфискует, реализует, вам вернет положенные средства По законодательству то, что вы плачали паевые взносы И все, и прекратит с вами сотрудничество Если вы договор не нарушаете, все платите как положено по графику платежей То вы тоже защищены, потому что вы как будущий владелец этой недвижимости Даже как член кооператива, которому тоже в кооперативе принадлежит пай Вы в этой квартире прописываете, живете в ней Вы ее регистрируете, вешаете обременение, устанавливаете обременение в юстиции на эту квартиру И кооператив не может эту квартиру продать, реализовать Потому что квартира имеет обременение Для того, чтобы снять обременение, кооперативу нужно судебное решение в пользу кооператива А судебное решение в пользу кооператива о снятии обременения Только возможно при условии, что вы злостный неплательщик И злостно нарушаете условия сотрудничества с кооперативом Поэтому в данной ситуации, по нашему законодательству, здесь защищены обе стороны Если никто не нарушает, то проблем вообще никаких нет Итак, после полной выплаты пая, право переходит в собственности на помещение к нанимателю, к пайщику То есть, как только вы с кооперативом рассчитались за квартиру Получаете справку бухгалтерии, идете в юстицию и оформляете право собственности на себя Тут все просто и понятно Итак, преимущества Выгодные условия, согласитесь, 0, максимум 2% Это очень выгодно Рассрочка до 10 лет вполне адекватна Рассрочка платежи дифференцированные, честные, скажем так, да Конфиденциальность, потому что недвижимость находится на кооперативе Поэтому все 10 лет пока рассчитываетесь Никакие, скажем так, органы не видят, что это там у вас есть недвижимость, да Вот, а за 10 лет вы можете все свои вопросы там порешать Дальше Минимальный пакет документов, достаточно только паспорт И можно, может через кооператив купить недвижимость любой гражданин любой страны Недвижимость только будет в Российской Федерации В любом городе России Деятельность в рамках законодательства Российской Федерации Доступность для людей со средним достатком Приобретение любого объекта недвижимости Использование материнского капитала и субсидий Да, пенсионный фонд там переводит Материнский капитал для И для вступительного взноса, и для первоначального взноса Не вступительного, для первоначального взноса И для дальнейшего, допустим, погашения задолженности Без проблем Ребенку только три года должно быть А также гарантия возрастов средств Законодательством Российской Федерации Вот, в общем-то Друзья, вкратце о кооперативе Все Об его новых условиях, которые вступили с 2018 года Еще более выгодные условия Поэтому, если вам это интересно Вы хотите воспользоваться услугами нашего кооператива Обращайтесь, координаты под видео есть Проведем более детальную консультацию Потому что понятно, что в этом видео я основные базовые вещи рассказал Если какие-то вопросы будут, пожалуйста, связывайтесь Проконсультирую, расскажу, объясню До связи Продолжение следует...